добрый день в эфире снова выпуск распаковки и мы продолжаем говорить про утеплитель поговорим сегодня про вторую неотъемлемую его часть это внутреннее окно в прошлом выпуске мы говорили что от размера внутреннего окна зависит то насколько большими будут теплопотери потому что именно через внутреннее окно больше всего уходит тепла в чем суть внутреннее окно состоит из второго слоя прозрачной пленки такой же как и на тенте и между этими пленками образуется воздушный слой а как мы уже говорили в выпуске про утеплитель именно воздух является самым плохим теплопроводником соответственно здесь получается такая имитация стеклопакета стеклопакете такой же принцип между двух стекол прослойка только там прослойка не воздуха а вакуума в нашем случае мы не можем достичь вакуума поэтому здесь находится воздух а так как пленка представляет собой по характеристикам то же самое что и тент то есть она не каким образом не задерживает тепло то по факту изолятором является только воздух который внутри как я и сказала для того чтобы уменьшить теплопотери через окно а также ввиду того что точка росы находится внутри сферы и на тенте возникает конденсат и запотевание и чтобы уменьшить это запотевание мы придумали такую историю как греющий кабель прокладывать по контуру окна на металлические балки тем самым кабель греет балки балки греют воздух внутри двумя слоями пленки теплый воздух он испаряет конденсат а также является такой завесой между холодным воздухом с улицы и препятствует его большому проникновению во внутрь кабель у нас поставляется опционально в комплекте вы можете его приобрести сами но при монтаже нужную часть до важных моментов во первых кабель нужно прокладывать по низу балок потому что как мы знаем по закону физики теплый воздух идет вверх соответственно чтобы прогрев был максимально эффективным то надо его прокладывать понизу а второй момент крепление к балкам должно быть очень часто мы видели примеры когда заказчики крепили там на пару хомутов с расстоянием там через 30-40 сантиметров это неправильно потому что при нагреве кабель изгибается отходит от балки и соответственно он уже не греет балку и смыслу вообще самого кабеля теряется поэтому учтите этот момент если быть монтировать самостоятельно греющий кабель подключается к проводу с розеткой которая тоже идет уже в нашем комплекте поставки и как правило включается в напольную розетку мы настоятельно рекомендуем использовать греющий кабель при этом он должен прокладываться по всему окну потому что тем самым мы получаем замкнутый теплый контур то есть там где заканчивается утеплитель сразу по факту начинается греющий кабель и совокупный слой утепления будет работать гораздо эффективнее немаловажным нашим преимуществом является раскрой окна и его крепление которое позволяет добиться такой натяжки что многие даже на видео или фотографиях не верят что есть внутреннее окно наличие внутреннего окна при наличии утеплителя обязательно мы столкнулись с одним примером интересным на глэмпинге что производитель заявил что у него есть внутреннее окно а по факту его не оказалось как таковое в том виде в котором он должен быть чтобы работать то есть это как раз было на той сфере где утеплитель зажат между двумя тентами и соответственно в прозрачной части на обоих тентах прозрачная пленка и при монтаже эти две пленки просто между собой слиплись и соответственно там нет никакой воздушной прослойки и по факту там нет того внутреннего окна с воздушной прослойкой которое должно быть чтобы оно работало учтите этот момент когда будете выбирать и заказывать производителя сверху естественно также качество швов их исполнение влияет на то как эстетически выглядит внутреннее окно в утепленных сферах на внутреннем окне мы еще делаем специальную юбку примерно 40 сантиметров от пола на внутреннем окне она нужна для того чтобы уменьшить то количество холода которое будет растекаться по полу мы же знаем по закону физики что холод всегда идет вниз и соответственно чтобы по ногам не сильно сифонило мы делаем вот такую небольшую высотную отсечку эта юбка также закрыта декоративной тканью в цвет основного декора и внутри также находится слой утеплителя и специальная юбка из тента которая также отводит конденсат который все-таки возможен на внутренней части пленки и чтобы влага не попадала опять же во внутрь это по принципу основного утеплителя это юбка отводит конденсат за пол и заправляется тоже за пол мы видели примеры глэмпингов где также есть внутреннее окно также есть вот такая декоративная юбка но по факту нет юбки которая отводила бы конденсат на этом окне . росы находится внутри купола и вот этот конденсат который должен быть внутри он скапливается снаружи вот он течет по декору так как декор оксфорд он водонепроницаемый но смотрим все равно это грязь пыли плесень это все будет копиться почему так происходит и не узкая потому что нужно но чтобы этого избежать должна быть вот совокупность факторов правильный стык утеплителя с полом мы в предыдущем выпуске если вы его не смотрели про утеплитель посмотрите обсуждали также здесь немаловажно как окно соединено тоже с полом по идее конденсат должен скапливаться внутри и поэтому отвод конденсата по пленке должен происходить за контур пол как это сделано у нас здесь в данном у данного производителя нет вообще ничего здесь также просто уличный тент балка весь конденсат который стекает он может попасть на пол спокойно по внутренней юбке он будет стекать тоже попадать на пол ну спустя год я думаю заказчик столкнет с проблемой отцелевания дальнейшем не не полов здесь есть внутри юбки также где-то сантиметра два утеплителя у нас тоже юбки примерно столько же потому что толстую юбку не сделать но при этом у нас сделаны все отводы конденсата за пол но стоит отдать должное этому производителю он сделал вот эту юбку довольно высокую которая как ни крути но кое-как отсекает холодный воздух который идет с улицы у некоторых производитель даже нет такого у них многих окно заканчивается прям на уровне пола и соответственно холодный воздух беспрепятственно попадает на пол и дует по ногам всегда если заказываете утепленный зимний купол всегда спрашивайте производитель чтобы была вот такая юбка не менее 40 сантиметров от пола поверьте она сильно защищает ноги при правильном исполнении от холода и получается что это внутреннее окно также работает неэффективно потому что утеплитель его отсутствием не сохраняет тепло понизу также поддувает сифонит то есть такой огромный мостик холода но во-вторых конденсат он весь капает на пол и затекает вовнутрь это тоже нужно обращать внимание никто об этом не говорит во время заказа еще прошлом выпуске мы проговорили про соединение окна с утеплителем но поговорим еще про соединение окна с декором декор крепится на липучки к окну раскрой декора тоже выполнен таким образом чтобы здесь не было практически никаких складок есть производители у которых нет никакого крепления декора с окном то есть просто вот наложение соответственно он в непонятном виде а еще такой как бы лайфхак липучка у нас идет разрывами для того чтобы как раз окно равномерно растягивалась и тем самым минимизировать вообще какое-либо количество складок также мы к сожалению видели примеры когда соединение декора с окном есть соединение декора вот декоративной юбкой почему-то отсутствует конечно же правильно соединять декор с юбкой до конца это выглядит гораздо более эстетично внутреннее окно у нас крепится по тому же принципу по которому крепится основной декор через болтовое соединение в коннекторе также затем закрепляется на специальную нержавеющую гайку с шайбой на что нужно обратить внимание это нужно обратить вот на это усиление это сделано для того чтобы в этом месте болт не продавил пленку потому что если крепить просто пленку то со временем пленка растянется и может насквозь шайба проскочить вместе с гайкой чтобы этого избежать мы делаем такое усиление как и основной утеплитель нюансы при изготовлении внутреннего окна влияют на многие характеристики как эстетические так и эксплуатационные поэтому обращайте на это внимание вы признаете больше а по технических нюансах других составляющих сферам мы будем рассказывать в следующих выпусках